Борису Ивановичу Жавронкову довелось быть и солдатом на Великой Отечественной, и поэтом уже в послевоенное время. Его большая жизнь вместила все, что было со страной, и нашла отражение в его стихах, книгах и романах. Он принадлежит к тому великому и прекрасному поколению, представителям которого до всего есть дело и прежде и теперь. Они не выбирали для себя спокойные и безмятежные времена, это время выбрало их. Борис Иванович родился в Москве в 1925 году на улице Льва Толстого, прямо напротив музея-усадьбы. А рядом во дворе стояла церковь Николы в Хамовниках, в которой крестили маленького Борю, что в те времена было редким явлением. Но столичным жителем он пробыл совсем недолго, его детство прошло в городе Фрунзе. Там он учился в школе Интергельпо, то есть международного кооперативного товарищества. Ведь в 30-е годы в Советском Союзе еще верили в идею всемирного братства трудящихся. И одноклассниками Бориса Жаворонкова были представители различных народов. Чехи, киргизы, словаки, венгры, украинцы. Вот тогда-то и написал Борис Иванович свою первую стихотворную сказку «Две розы и соловей». Ленин обратился к рабочим зарубежных стран. «Товарищи, приезжайте к нам в Россию, которая вся разграблена и разорена после гражданской войны, помогать нам строить коммунизм. И масса рабочих из-за границы приезжала в Советский Союз. И вместе с рабочими в Советский Союз строили коммунизм». Неполную среднюю школу Борис Жаворонков окончил за три дня до войны. После семилетки в 1941 году он поступил в ремесленное училище. Далее работал слесарем-инструментальщиком. И вместе с такими же ребятами делал морские мины. А в 1943 году ушел на фронт. «Прощаюсь с мамой, прихожу на станцию, там уже гвалт, шум, новобранцы. Простужные военные выходят. Новобранцы, по домам! Вагоны еще не готовы. Завтра приходите в это же время, в 10 вечера. На завтра то же самое происходит. С мамой я прощаюсь, она там плачет, плачет, все мороз, мы стоим во дворе. Она, ну иди. Я говорю, сейчас опять, вагоны будут, не надо, потому что я чувствую, что уедешь». Опять. Вагоны еще не готовы. Разойдитесь по домам. На третьей ездить, опять с мамой прощаюсь. Я говорю, мам, давай не будем прощаться. Я говорю, приеду, приду сейчас через час. Через час я сидел уже в вагоне, в телячьем товарнике. Нары двухэтажные. Дверь открыта, и такая плаха вот. Доска переградывает. Поезд тронулся, а за нами женщины бегут, плачут. Матери плачут, платочками там. Вопль стоит, невозможно, до сих пор я помню этот вопль. Значит, сыночек, там береги себя всякие. И вдруг я вижу там маму среди этих женщин. У меня дыхание, конечно, все перехватило. И вот до сих пор я эту картину вижу перед собой. Я уезжаю на фронт с ребятами, в телячьем вагоне. Бегут женщины, мама наша, и среди них моя мама. И вот все бежит, бежит, поезд идет, идет, а она все никак не может меня обогнать. В феврале 1943 года борец Жаворонков попал в гвардейские десантные войска. Молодые бойцы изучали прием рукопашного боя, военное оружие, совершали ночные прыжки с парашютом, мажь броски по лесам и болотам. Готовили бойцов усиленно, но навыки, полученные в учебке, не раз спасали жизнь. Ну и наконец тревога. Ребятки на фронт. Брать Кёнигсберг, Германия. Крепость, жутко только могут десантские ее взять. Там несколько этих оборонных линий. Сейчас Кренинград. И нас в Белоруссию мгновенно перебросили. Территорию только-только несколько дней назад оттуда вышлили немцев. Белоруссию. Ребята многие взрывались на минах, которые немцы оставляли. И нас постоили ночью и сказали, гвардейцы, наша 14-я гвардейская действующая воздушная десантная бригада, как и другие десантные бригады, преобразуются в пехоту. Потому что прыгать на территорию врага в Европе – это все равно, что прыгать на раскаленную сковороду. Народ чужой, обстановка неизвестная, поэтому мы будем не с тыла бить врага, а с фронта. И наша 14-я гвардейская десантная бригада будет отныне называться 345-й гвардейский полк десантников. Это зенитый полк, который в Афгане прославился. Зенитый полк. Мы все обниму служили. Далее Борис Жавронков участвовал в военных действиях, проходивших на территории Венгрии, Австрии, Чехословакии. Из всех десантников, прокатурных, крепких ребят, организовали 9-ю гвардейскую армию прорыва, которая подчинялась никому лично Сталину. Вот я нашел документы. Толбухин, командующий 3-м украинским фронтом, куда включили 9-й гвардейскую армию, десантников. Мы уже подошли к фронту. Толбухин к Сталину три раза обращался. «Товарищ Сталин, дайте мне десантников, иначе немцы нас отбросят в Будапешт, и мы можем потерять всю эту территорию, которую с таким трудом заняли». Сталин ему три раза ответил. «Мои десантники не для обороны. Мои десантники только для наступления». Сталин видел тексты. Вот так. Почему нас бросили под Будапешт? Гитлер собрал 11 танковых дивизий. Почти все танковые дивизии собрал под Будапештем. А дивизию называли для восторжения «Мертвая голова». Адольфий Гитлер – «Смерть большевикам». Такие названия. Но мы поплевывали это дело. У нас было чем встретить. И в марте месяце, в феврале мы уже там воевали, были просто стычки такие небольшие. А вот в марте была мясорубка, озеро Болотон. Когда вот эти 11 танковые дивизии бросили на наши войска, и тут нас бросили в это пекло. В ротах, когда мы вступили в эти бои, было 140 человек. А когда вышли, закончив, там все мы раздолбали, конечно. Все эти танковые дивизии разбились, заняли все города, там все-все-все. В ротах оставалось 40, 20 человек, 60. Какая цена? Отборные гвардейцы молодые. Бои на настоящее. А дальше от разрушенного Кенигсберга советские солдаты довольно быстро стали продвигаться к другим оккупированным фашистами европейским столицам. Наиболее упорные и кровопролитные бои, которые, запомнил Борис Иванович, происходили в Венгрии. Я хочу особо обратить вот на что внимание. Сейчас нас в Европе современные губошлепы политические и оболваненные ими народы называют нас оккупантами. Чушь несусветная. Брехня, можно сказать. В Венгрии, казалось бы. Ну, Венгрии, они же против нас воевали. Мы наступаем, они сотнями из окопов вылезают. Гитлер капут! Эн Мадьяр! Я, значит, Мадьяр. Не стреляет, не стреляет! Эн Мадьяр! Гитлер капут! Сдавались все. Нам их жалко было. Мы, значит, сапогами их под задницу, мол, иди домой пошли. Занимаясь делом. Даже не арестовывали, как говорится. В плен не брали. Идите домой. Население это видело. Население нас встречало великолепное. С нами проводили политбеседы в окопах. Гвардейцы, берегите Вену. Потому что Вена – это мировой центр архитектуры. Там прекрасные здания. В Вене жили прекрасные композиторы. Причисляют, там, значит, Штраус и Бетховен и так далее. Не применяйте тяжелое вооружение. По возможности применяйте только стрелковое, чтобы сберечь Вену. И мы в Вену брали семь дней и семь ночей. А мы бы могли за два дня, если бы берегли Вену. И наши листовки разбрасывали над нами наши самолеты, чтобы мы брели Вену. Вот какая была работа проведена. И когда мы взяли Вену, Венцы устроили такие нам демонстрации преданности и любви. Вот сейчас вот я рассказывал, когда был помоложе, выступал, рассказывал. Ну, люди просто не верили. Ну, ведь я же это видел с собственными глазами. Под Веной мы освободили концлагерь, где убивали и мучили людей, фашисты. Концлагерь. Я сейчас не помню, как он назывался. И когда мы его захватили, там пленные были. Чехи, русские, украинцы, евреи. Все национальности. Они выходили к нам навстречу. Это были живые скелеты. То есть скелет общенутой кожи. Они падали, в слезах обливаясь, целовали наши сапоги. Благодарили, что вы нас спасли от смерти. Если бы не вы, бы не пришли, вот всех бы здесь убили бы. Смотрите, что мы какие. Мы их кормили. Что-то у нас были, какие-то пайки там. Мы отдавали им. И они расходились по домам. После успешного наступления солдатам дали небольшой отпуск. Бойцы ходили по улицам Вены, осматривали достопримечательности. И местные жители встречали их на удивление хорошо. И вот вечером танцы. Откуда-то из подвалов, из каких-то этих убежищ вползают эти австрийцы. Со скрипками, с велосиленными. И вечерами в сирене играют. Камрад, камрад, давай танцевать, давай танцевать. Камрад, камрад, Гитлер, Капун, Гитлер, Капун. Вот такое было настроение у всех, радостное. И вот я танцую с девушкой. Ну, наши ребята с девушкой. Такая очаровательная блондинка. Как сейчас помню. Или это 17-17. На вас похоже. Только она блондинка была. И вот она своими маленькими нежными пальчиками так... А мне же Юля здоровая. Посмотрите, эти нюэрити. Вот. Лезет так пальчиками. Что там мечты ищутся? Я говорю, да у меня нет ушей там. Что ты ищешь? Она немножко занят по-русски. А я по-немецки. Я говорю, у меня там нет ушей. Она нет. Я, говорит, ищу рога. Я говорю, какие рога? А нам говорили и писали, что русские все с рогами. Что это животные. Что это звери. Что у вас рога растут вместо волос. И вот я ищу. А вы такие хорошие, говорит, парни. Такие приятные, говорит, ребятки. Я там пишу об этом. Философствую. И прихожу к выводу. А что сейчас говорят о встрийским девушкам? И не только о встрийским девушкам. А вот говорят то, что сейчас происходит в Европе. Нас называют оккупантами. И на Украине. Вот что говорят. До чего договорились. Вот какая беда случилась. В Венгрии Борис Иванович получил контузию. Осколок остался на всю жизнь в ноге. Грозила даже ампутация. Но все обошлось. Сейчас, спустя годы, все чаще осколок дает о себе знать. Кстати, писать стихи он начал еще на фронте. Главы первой повести о десантниках. Хранились в сумке из-под противогаза. Но затерялись на фронтовых дорогах. Ну а после войны любимое увлечение стало профессией. Ах, танцуй, танцуй, десантник. Кружит жизнь и кружит смерть. Ах, сильней, извините, звуки над Дунайской волной. На моих погонах руки. Будапештский молодой. Жжет румянец, не остудишь. Закружил ее чердаш. Говорит, меня забудешь. Не забудешь, танец наш. Рыжей дымкой пышет челка. Очи в блеске голубом. Кто ты, милая девчонка? Где найти тебя потом? Сейчас Борису Ивановичу Жаворонкову 90 лет. И даже в своем уже весьма преклонном возрасте он продолжает работать. Подготавливает к изданию новые стихотворения и прозу. Борис Иванович Жаворонков – член Союза писателей. Дипломант трех всесоюзных литературных конкурсов. Заслуженный работник культуры. За свою жизнь он опубликовал 10 книг. Подборки его стихов помещены в 45 коллективных сборников. Борис Жаворонков награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени медалями за отвагу, за взятие Вены, за победу над Германией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова